И долго еще определено мне чудной властью Идти об руку с моими странными героями Озирать всю громадно несущуюся жизнь Озирать ее сквозь видный миру смех И незримые, неведомые ему слезы КОНЕЦ КОНЕЦ Это было тогда, когда в России царствовал Николай I Когда помещики владели телами и душами людей Называя их крепостные души Когда раз в 5-10 лет составлялись релизские сказки То есть списки крестьян Это было давно Но оглянемся на все стороны света Точно ли они исчезли, герои поэмы Страницы которой сейчас оживут перед вами Колесской советник Павел Иванович Чичиков По своим надобностям Поверьте, девушке не должно Совсем и откровенной быть Влюбиться ей положим можно Но как об этом говорить Но как об этом говорить К вашему превосходительству Колесский советник Павел Иванович Чичиков Чичиков? Павел Иванович Чичиков Дай фрак Поверьте, девушке не должно Со всеми откровенной быть Влюбиться ей положим можно Но как об этом говорить Но как об этом говорить Прости Пожалуйте Пожалуйте Ваше превосходительство Прибывше в город Почел за непременный долг Засвидетельствовать свое Почтение первым сановникам Жужутка Весьма рад познакомиться Прошу Садитесь Вы где служили? Поприще службы моей Ваше превосходительство Началось в казенной палате Поприще Дальнейшее течение Продолжало в разных местах Поприще 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 назначающий мудрых сановников, достойно большой похвалы. Не смей задерживать своим присутствием, ваше присутствие. Любезнейший Павел Иванович. Павел Иванович, покорничек, прошу, сегодня пожаловать ко мне на домашнюю вечеринку. Почту за особую честь, ваше присутствие. Честь моей планицы. Честь моей планицы. Ваше присутствие, скажите, кто это так искусно вышел эту каемку? Это я. Ушиваю кишелек. Скажите. Честь себе и кланится, ваше присутствие. Благонамеренный человек. Пошел тамбовский мужик. Пошла старая попадья. А я ее, ваше присутствие, в усам. Ваше присутствие. А я ее, ваше присутствие. Пошел тамбовский мужик. Весьма-весьма рад. Здоровья вашего превосходительства? Поясница немного побаливает. Это пройдет, на это нечего смотреть ваше превосходительство. Душенька, позвольте мне представить. Коллежский советник Павел Иванович Чичиков. Так это вы, Павел Иванович. Павел Иванович. Павел Иванович, позвольте вам представить. Наш прокурор, Антипатр Захарович. Чичиков. Наш почмейстер, Иван Андреевич. Чичиков Павел Иванович. Председатель здешней палаты, Иван Григорьевич. Наш полицейстер, Алексей Иванович. Алексей Иванович, весь парад. Спасибо. Павел Иванович, как вам понравилось наше общество? Ваше превосходительство, это не губерния. Это сам Париж. А скажите, ваше превосходительство, значительные помещики есть в губернии? Да, разумеется. Приятно было познакомиться. Да. Павел Иванович, позвольте вам. Здешний помещик Манилов. Павел Иванович, Павел Иванович, Павел Иванович, Павел Иванович. Ваше превосходительство, карточки. Павел Иванович, прошу вас. Павел Иванович, а как вы нашли нашего губернатора? Не правда ли, что он припочтеннейший человек? Совершеннейший правдой. Припочтеннейший человек. И какой искусник. Он мне показывал своей работой кошелек. Редкая дама может так искусно выжить. Ну, позвольте. А как вам показался наш полицейстер? Не правда ли, что очень приятный человек? Чрезвычайно приятный. И какой умный. Очень, очень начитанный человек. А прокурор? Не правда ли, что очень милый человек? Очень достойный человек. Ну ладно, я не знаю. Скажите, вы всегда в деревне проводите время? Больше в деревне. Нет ничего приятнее, как жить в уединении. Наслаждаться зрелищем природы. Павел Иванович, убедительно прошу сделать честь своим приездом ко мне в деревню. Не только с большой охотой, но почту за священнейший дом. Павел Иванович, Павел Иванович, Павел Иванович, позвольте вам представить. Это моя жена. Павел Иванович, Павел Иванович, Павел Иванович, Павел Иванович, Павел Иванович, это всего только 15 верст от городской заставы. Деревня Маниловка. Павел Иванович, Павел Иванович, деревня Маниловка. Почту за священнейший дом. Ну, Манила. Маниловка. Ко мне прошу, Собакевич. Чичьев. О, 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 時候. Прошу. Не мне, правда ли, какой прекрасный человек Иван Григорьевич. Кто это такое? Он Председатель. А, так это вам показалось. Он только что масон, а дурак, каких свет не производил. Конечно, каждый человек не без слабости. Но зато губернатор, какой превосходный человек. Да, варвар. Как варвар? Как варвар. Первый разбойник в мире. Что, губернатор-разбойник никогда бы не подумал. Наоборот, мягкости в нем много. Кошельки вышиваете своими руками. Ласковое выражение лица. Да, лицо ласковое. Разбойничье. Дайте ему нож и выпустите его на большую дорогу. Вот он вам там вышит кошелечек. Он вас за копейку зарежет. Он, да еще, полицмейстер. Это Гога и Магога. Это секта мошенников. Весь город такой, я их всех знаю. Мошенник на мошеннике сидит, да еще мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один только и есть порядочный человек. Это прокурор. Ну, ежели правду говорить, свинья. Ко мне прошу. А это секта. Здрасте, господа. Здрасте, господа. Здрасте, господа. Здрасте. Здрасте. Ваши сходи здесь. И прокурор здесь. Председатель. Полицвест. Здрасте, господа, зятя мой Межуев. Ну, господа, поздравьте. Продулся в пух. Верите, я никогда в жизни так не прозвался. Я не только убухал четырех разокоп, а я все. Я совершенно все спустил. На мне нет ни цепочки, ни часов. Да что цепочка? У тебя один бакенбард меньше другого. Нас трех, познакомься. Папа-папа, какими же судьбами в наших краях. Ну да, я тебя поцелую, душа моя. Кто это? Чичиков Павел Иванович. Ну, да хорошо, куда я ездил? Ну, а я, брат, прямо с ярмарки. Во рту точно эскадрон переночевал. Вот. А познакомься, зяч мой Межуев. Чичиков. А мы с ним всю дорогу говорили о тебе. Обо мне? Только о тебе говорили. Смотри, если мы по дороге не встретим... О, Шитикова. Как я жалел, что тебя с нами не было. Меня? Тебя. Ваше происходительство. Паралей на семерке. Нет, нет. Место занято. Занято, занято место. Павел Иванович, пожалуйте. Павел Иванович, прошу. Пожалуйста, Павел Иванович. Имею честь покрыть первую... Павел Иванович, прошу вас в мой кабинет. О, нет, сделайте милости. Не беспокойтесь так же меня. Я пройду после. Нет, даже извините, Павел Иванович, не допущу пройти позади себя такому образованному человеку. Ну, почему же образованному? Нет, Павел Иванович, проходите вы. Извольте проходить вы. Ну, отчего же. Ну, от того, Павел Иванович. Павел Иванович, Повторяю, не справит. Почтейнейший друг, мне необходимо поговорить с вами насчет одного дела. Ну, наконец-то вы, удостоен нас своим посещением. Мы право такое доставили наслаждение. Это же майский день, Павел Ивановича. Мини на сердце. Ну что, что ни громкого имени не имею, ни ранга заметного. Павел Иванович, вы все имеете, даже еще более. Я бы с радостью отдал половину своего состояния, для того, чтобы иметь хоть часть тех достоинств, которыми обладаете вы. Ну что, ничтожный человек и ничего больше. Павел Иванович, вот мой уголок. Приятная комнатка. Позвольте вас попросить расположиться вот в этих креслах. Нет, нет, позвольте, я сяду здесь. Нет, позвольте мне вам этого не позволить. Это кресло у меня ассигновано для гостей. Уж вы, ради или не ради, но должны сесть. Павел Иванович, позвольте мне вас попотчевать трубочкой. О, нет, нет, благодарю. Благодарю, я не курю. Почему? Говорят, трубка сушена. Ну, Павел Иванович, позвольте вам заметить это предубеждение. Курить гораздо здоровее, нежели вот нюхать табак. А как, в самом деле, было бы хорошо жить вместе под одной кролей или под тенью какого-нибудь вяза, пофилософствовать о чем-нибудь, углубиться, следить эдакую какую-нибудь науку, чтобы расшевелить душу. Это дало бы парение, бы эдакое. Это была бы райская жизнь, не райская. Райская, райская, райская. Ну, почтеннейший, позвольте прежде, однако, насчет дела. Как давно вы изволили подавать ревизскую сказку? Да уж давно. А лучше сказать, я не припомню. Ну, а скажите, с той поры, много у вас умерло крестьян? Умерли, умерли. А, собственно, для каких причин вам это нужно? Для каких причин? Да, я понимаю. Я понимаю, вы меня спрашиваете, для каких причин? Причины вот какие. Я бы хотел купить крестьян. А как бы, собственно, вы хотели купить крестьян? С землей или просто так, на вывод? То есть, без земли? Нет, я не то чтобы совершенно крестьян. А что? Я бы хотел у вас купить мертвых. Вы извинили меня, великодушный, я несколько тук на ухо мне. У меня сейчас послышалось пристранное слово. Нет, нет, нет. Я желал бы купить мертвых. И так я желал бы знать, согласны ли вы мне передать, уступить. Нет, Владимир Иванович, я не могу постичь. Извините, я не мог получить такого блестящего образования, какое-то, так сказать, видно во всяком вашем движении. Но, может быть, вот в этом, только что изложенном изъяснении, скрыто и новое. Может быть, это бы выразилось так для красоты слова? Нет, я разумею предмет таков, как есть. То есть, те души, которые точно умерли. Ну и так, если у вас нет препятствий, то с Богом можно было приступить к совершению купчей крепости. Как? На мертвые души купчей? Ай, нет, мы напишем, что они живы, как стоят в ревизской сказке. Я привык ни в чем не отступать перед законом. Я не имею перед законом. Ага. Позвольте, может быть, вы имеете какие-нибудь сомнения? Помилуйте, ничуть. Я не для того говорю, чтобы иметь критическое предосуждение о вас. Но позвольте вам доложить, не будет ли это предприятие, или так, чтобы еще более вернуться, негоция? Так вот, не будет ли это негоция, не соответствующая гражданским постановлениям и дальнейшим видам России? О, нет. Напротив, казна получит даже выгоду, потому что получат законные пошлины. Ах, законные? Да. Тогда другое дело. Я против этого ничего. Да. Ну, теперь остается условиться в цене. Как? В цене? Неужели вы полагаете, что я буду брать деньги из-за души, которые в некотором роде окончили свое существование? Если уж вам пришло в голову это такое фантастическое желание, я отдаю их вам безинтересно и копчие уберу на себя. Почтение, шедерник. Павел, Павел Иванович, я только хотел доказать вам чем-нибудь свое сердечное влечение, магнетизм души. А что такое умершие души? В некотором роде совершеннейшей дрянь, Павел. Очень не дрянь. Если вы только знали, какую услугу вы оказываете сей, по-видимому, дрянью человеку. Без племени ирода. Нет, действительно, чего я только не претерпел. Так как барька какая среди звери и похвалы. Павел Иванович, только хотелось бы купчую совершить поскорее. Вы сделаете подробный реестр их всех поименно. И потом, для совершения купчей крепости, вам хорошо бы было самому наведаться в город. Будьте уверены, Павел Иванович, не дули как через 2 дней. Что, вы хотите ехать? Да, мне пора. Нет, оставайте. Лизонька! Лизонька! Павел Иванович оставляет нас! Нет, нет, нет! Это потому, что мы надоели Павлу Ивановичу! Здесь, вот в сердце, прибудет приятность времени, проведенного с вами! Оставайтесь, Павел Иванович! Павел Иванович! Паникушали, Павел Иванович! Павел Иванович! Павел Иванович! Оставайтесь! Оперфи! Держите, лапа! Оброкинешь! Нет, барин, как больше, чтоб я оброкинул! Да, блядь, да, блядь! Ай! Ишь ты! Ив перекинулась! Вот! Павел Иванович! Ты пьян, как сабор! Нет, барин, как можно, чтоб я был пьян! И я знаю, это нехорошее дело быть пьяным! С приятелем, с приятелем поговорил, там неоткуда, и закусили вместе! Вот я тебя высеку, тогда будешь знать, как говорить с приятелем! Это, как вашей милости, будет сгодно! Почему и не посечь, если задело на то воля господская! В причине слетевшего колеса Чичиков забрел совсем не туда, куда собирался! Чайку, батюшка! Не дурно, не дурно, матушка! А позвольте узнать фамилию вашу! Я так рассеялся, приехал в ночное время! Коробочка! Как? Коробочка, колесская секретарьша! А имя отчество? Настасья Петровна! Настасья Петровна! Какое хорошее имя! У меня тетка, родная сестра-матерь, тоже Настасья Петровна! Ай, блинцы у вас, матушка, вкусные! А ваше имя как? Я чай, вы заседатель? Нет, нет, матушка, я чай не заседатель! Так, ездим по своим делишкам! Так вы покупщик! Как же жаль, право, что я продала мед купцам! Да как дешево, отец мой! А ты бы тебе верно его у меня купил, а? А вот меду-то я бы и не купил! Совсем другого рода товарец! Послушайте, матушка, у вас умирали крестьяне? Умирали, батюшка, 18 человек! И все народ такой славный! А все воля Божия, матушка! Уступите их мне! Кого, батюшка? Да вот всех этих, которые вымерли! Я право в толк не возьму! Не ж ты хочешь их откапывать из земли? А, милая тебе, матушка! Покупка будет числиться только на бумаге! А души будут прописаны как бы живые! Вы за них подать платите! А я вас избавлю от хлопот, платежа! Да сверх того еще дам вам вот 15 рублей ассигнациями! Теперь ясно? Ну, по рукам! Права, отец мой, никогда мне еще не случалось продавать мертвых! Вот живых тут я уступила протопопу отцу! Двух девок, по 100 рублей каждую! Очень благодарю! Но разговор сейчас не о живых, матушка, а о мертвых! О мертвых! И вот тот меня и останавливает, что они мертвые! А может, ты, отец мой, меня как-нибудь обманываешь? А они того вот как-нибудь больше стоят! Помилуйте, матушка! Да что же они могут стоить? На что они нужны? Да это точно, что уж совсем ни на что не нужно! Ну, вот видите, я вам ни за что плачу! Матушка Настасья Петровна, ну скажите, почем вы продали мед? По 12 рублей за пот! О, матушка! А ну, греха немножко наградушевляли, по 12 рублей не продали! Я и Богу продала! Не продали! Ну, да извольте, извольте, продали! Так то ведь мед! Вы, может быть, собирали его около года с запотами, со стараниями, с хлопотами! А мертвые души, это дело не от мира сего! Там вы, вы получили за труд, за старание 12 рублей! А с меня берете ни за что! Так, даром! Да и не 12 рублей, а 15! Да и не серебром, а вот все с синими ассигнациями! Право! Мое такое неопытное дело! Вдовья! Лучше я маленько повременю! А вот и понаёте купцы, я к ценам-то и применю! Страм! Страм, матушка! Ну, просто страм! Ну, кто же у вас станет покупать? Ну, какое, какое употребление из них можно сделать? А может, в хозяйстве под случай, как-нибудь ей понадобится? А что и в хозяйстве? Куда метнула? Да на что, матушка? Воробьёв, что ли, по ночам на огороде пугать? С нами крестные силы! Какие-то страсти, говорит! Да какое же ещё употребление из них можно сделать? Да, впрочем, матушка Настасья Петровна, ведь могилы и кости, это всё вам останется! Ей-богу, ну, товар такой странный, совсем не бывает! Ай! Чёрт! Тьфу! Не припоминай-то его! Бог с ним! Все третьего дни, всю ночь снился мне окаянный! Да такой гадкой привиделся, а рога длиннее бычачьих! Дивлюсь я, как они вам десятками не снятся! Да, проходи вы проводом! Околей вы со всей вашей деревни! Ох, отец мой, какие ты забранки пригибаешь! Знай я прежде, что ты такой сердитый, я б тебе не прикосновила! Я сердитый! Я сердитый! Дело выеденного яйца не стоит, а я стану сердиться! Изволь! Я тебе отдам за пятнадцать ассигналов! Тичиков напрасно сердился! Иной и почтенный, и государственный даже человек! А на деле выходит совершенная коробочка! Как зарубил себе что в голову, то уж ничем его не пересилишь! Пожалуйста, подпишите! Бричка готова! Только ты, отец мой, не обидеть меня! Не обижу, не обижу, матушка! Ну, прощайте, матушка Настасья Петровна! Промахнулась, продала в три дешево! В город надо ехать, узнать, почем ходят мертвые души! Какая странная, и манящая, и несущая, и чудесная в слове дорога! И как чудна она сама, эта дорога! Сколько родилось в ней чудных замыслов, поэтических крёст, Сколько перечувствовалось дивных впечатлений! Ворачивай, ворона, направо! Ах ты, мошенник этот! Где он, ты, что ли? А ты вот так раскакал-то! Владимир, смотри, в кабанде заложил, что ли? Отсаживай, Нижегородский ворона! Везде, где бы то ни было в жизни, Везде хоть раз встретиться на пути человека явления, Не похожие на всё то, что случалось ему видеть до то ли. Везде, поперёк каким бы то ни было печалям, Весело промчится блистающая радость, Как иногда блестящий экипаж пронесётся, Мимо какой-нибудь заглохнувшей деревушки, И долго мужики стоят с открытыми ртами, Не надевая шапок, Хотя давно уже пропал из виду дивный экипаж. Если положим этой девушке да предать Тысячонок двести приданного... Кого я вижу? Шитиков! А я прямо с ярмарки! Эх, братец, как покутили! Познакомься, зять мой, Межуев! Шампанское было у нас такое, Что перед ним губернаторское, просто класс! Вообрази, не клико, а какой-то клико-матрадура! Значит, двойное клико! И веришь, я один в продолжение обеда Выпил семнадцать бутылок шампанского! Э-э-э, нет, брат! Семнадцать бутылок ты не выпьешь! Нет, я же, как честный человек, Говорю ему же, я выпил! Эх, брат Шитиков, Ну, что б тебе стоило приехать? Межуев, смотри! Вот судьба свела! Ну, что он мне или я ему? Ведь он приехал, Бог знает, откуда! И я тоже здесь живу! Свин-то ты за это! С котовода такой! Ну, поцелуй меня, душа моя! Смерть люблю тебя! Ты куда едешь? Так, к человечку, к одному! Брось с него! Поедем ко мне! Сам покажу! К сожалению, не могу ехать! Есть дело! Ну, уж и дело! Уж и выдумал, эх ты, Аподельдок Иванович! Скажи только, к кому едешь? Ну, к Собакевичу! К Собакевичу! Что же тут смешного? Ой, пощади! Просто тресну от смеха! Я не понимаю, что ты нашел смешного! Я ему слово дал! Да ведь ты же жизни рад не будешь, когда к нему приедешь! Ведь это просто жидомор! Ты же столько опешишься, если думаешь, найдешь там банчишку или добрую бутылочку какого-нибудь бонбона! К черту, Собакевичу! Едем сейчас ко мне! А, нет, брат, нет, брат! Меня ты, пожалуйста, отпусти! Жена будет сердиться! Я... Вздор! Пять сверст всего! Духом домчимся! Ну, пожалуй! Не-не-не-не, ты попробуй! Это бурганьон и шампаньон вместе! Это, брат, это мой совершеннейший вкус сливок! Ну, и я пойду! Пустики-пустики! Всеволоду соорудим банчишку! Ай, нет, брат! Не могу! Жена будет в большой претензии! Я должен ей рассказать о ярмарке! Да ну это твою жену! Важное, в самом деле! Дело станете делать с женой! Вместе! Вообрази! Ай, нет! Нет, брат, нет, брат! Она, она такая добрая жена! Уж, уж точно почтенная! Не пущусь! Не пущусь! У услуги оказывает такие! Поверишь, слезы на глазах! Не пущусь! Не пущусь! Не пущусь! Пусть едет! Что в нем Проку? А пусть едет! Что в нем Проку? Вот черт свою! Поезжай бабиться с женой! Ух ты! Фитюк! А ты не ругай меня, Фитюков! Я ей жизнью обязываю! Такая добрая! Такая ласковая! Спросит! У富ика! Что я видел? На Ярбарке! Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я! Я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я! Ну ты поезжай к ней! Ха-ха-ха! Дряса какая! Для пресвеложения времени держу триста рублей банк! Ага, надо. Чтобы не позабыть, у меня к тебе просьба! Какая? Так как и пресс исполнил? Так как и пресс ты исполнил! Сжой? Честное слово! Честное слово? Честное слово. Вот какая просьба. Послушай, Ноздрев, у тебя чай много есть умерших крестьян, которые еще не вычеркнуты из ревизии. Ну да, ну есть, а что? Слушай, переведи их на меня, на мое имя. Ну, а что? Ну, мне нужно. Зачем? Ну, мне нужно для того, чтобы, ну, одним словом, нужно. Ну, вершин такое затеял. Ну, что из такого пустяка можно затеять? Зачем они тебе? Ну, мне нужно. Какая любопытная. Ну, просто так, пришла фантазия. Ну, вот что, до тех пор, пока не скажешь, зачем они тебе нужны, я еще, брат, ничего не сделаю. Эй, душа моя, вот нечестно с твоей стороны. Слово дал. А что слово? Слово. Нет, слово дал теперь на попятный двор. Ай, ты там как себе хочешь. А я не сделаю до тех пор, пока не скажешь, зачем они тебе нужны. Я тебе скажу, ты знаешь, Назрев, мертвые души мне нужны для приобретения веса в обществе. Врешь? 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 Ну, это обидно даже. Почему я непременно... Ну, ведь я же тебя знаю. Ведь ты же большой мошенник. Я не с чем, чтобы тебя обидеть. Это я по-дружески говорю. Если бы я был твоим начальником, я бы давным-давно тебя повесил. Если ты хочешь щеклять подобными речами, то можешь отправляться в казарм. Не хочешь подалить? Ну, так продай. Я тебе за них денег дам. Да ведь ты подлец дорого не дашь. Да, ты тоже хорош. Что у меня у тебя бриллиантовый, что ли? Чтобы доказать тебе, что я не какой-нибудь колдырник, я не возьму с тебя ничего. Душа моя. Душа моя. Купишь у меня жеребца розовой шерсти. Я тебе отдам их всех придачу. А на что мне жеребец дать? Так это на что? Я за него заплатил 10 тысяч, а тебе отдаю его за 4. Ну, же не жеребец, бог же. Так, купи у меня кауру и кобылу. И кобыла не надо. За кобылу и за этого жеребца розовой шерсти я с тебя возьму только 3 тысячи. Нет, благодарю за расположение, но лошади мне не нужны. Тогда купи у меня собак. Я тебе продам такую суку, просто мороз по коже подирает. Брудастая сука и с усами. А милый, зачем мне сука с усами? Катиль, семья, не выругайся. Почти у нас гребят, уму неприцезимое. Все в правом руке, землю не затенет. Катиль. 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 Я ему сурил кауру и кобылу, который, помню, мы с тобой вместе выминили у хвостырева. Порфирий. Ты что же это так и не сделал, того, что я тебе приказал? Ты же не подумал его вычесать? Нет, я его вычесал. Да, а чего же у него блоки? Не могу знать. Должно бришки по новой лизании. Леш, не воображал, надо же чесать. Дурак, я думаю, еще своих напустил. Чинчиков, посмотри, какие блоки. Уши, а нос, нос какой холодный. Настоящий мордаш. Нет, ты посюпай, посюпай рукой, посюпай. Да, да, добрый, добрый породый. Порфирий, убери его. Не хочешь собак, купи у меня шарманку. Самому, как честный человек, обошлась полторы тысячи рублей. Тебе отдаю за девятьсот. Мольбрук походь собрался, Мирантон, Мирантен, Мирантене. Дорогой он, Мирантене, Мирантене, Мирантене. Мирантене, Мирантене. Вот какая шарманка. Слушай, не хочешь на деньги не надо, давай меняться. Я тебе дам шарманку, все мертвые души и триста рублей в придачу, а ты мне свою бричку и триста рублей обратно. Пожалуйста. А я в чем поеду? А я тебе дам другую бричку, только я чуть-чуть подкрасишь, и будет чудо-бричка. Что же я дурак? Да посуди сам, зачем я буду приобретать вещь решительно для меня ненужную? Я очень хорошо знаю. Ух ты, ракалька. Возлушай, хочешь, метнем банчики, я поставлю сразу всех умерших на харкоз по своему прижению. И шарманку тоже. Эка и счастье, эка и счастье, так и колоть, так и колоть. Так ты не хочешь играть в карты. Дырянь же ты. Варфирий! Води ступай к скалькорюху, чтобы он не давал обсало седям его. Пусть их едят одно сено. Ты не фан! Давай, давай! Постой, постой! Послушай, сыграем с тобой в шашли. Какие это? Если карты нет, где действительно одно журистовый обман, а ведь тут все в искусстве. Ну, изволь, изволь. В шашки я с тобой, пожалуй, сыграю. Души идут в 100 рублях. Достаточно, если они пойдут в 50. 100 рублей, 100 рублей, 100 рублей. Нет, ну, изволь. Изволь, 100 рублей. Эй, сколько ты, вперед! Какой, кстати, я сам плохо играю в шашки. Да, знаем вас, как вы играете плохо в шашки. Да, в них не право. Руче шашки. Да, в них не право. Руче шашки. Да. Я в ней это не была в руке, скажи. А, цели-ка назад. Кого? Да, шашку. Какую? Еще другая? Какая другая? Нет, стой, положите, нет. Никакой возможности играть в шашки. Это не ходит подвес от шашки вдруг. А что подвес шашки вдруг? А это пределы с нечаянной изволь, я могу ее убрать? Да нет, нет, это моя. Я вот это пробралась в даму, я вот эти вот. А вот эту вот через раз, вот двою волог. Нет, я только что пристроил ее место вот где. Несто чего я? Нет, ее место вот где. Ее место вот где. Ее место вот где. Ее место вот где, е четыре. А там уже еще и сочинитель? Нет, это ты сочинитель, да только неудачный. Не tego, что ты меня почитаешь! Неужели ты думаешь, что я стану с тобой плутовать? Я тебя ни за кому не почитаю, но только с этой поры играть с тобой в шашки Я больше никогда не буду. Ты не можешь отказаться. Играй на чтят, партию надо закончить. А это ничего, что ты смешал шашки. Я все ходы запомнил. Я не буду играть. Значит, ты отказываешься играть со мной в шашки? Если бы ты играл как прилично честному человеку. Но теперь не могу. Сейчас я тебя буду бить. Парфирий, бабушка! Эй, Тивор! Эй, Тивор! Позвольте узнать, кто здесь господин Ноздрёв. Что вам угодно? По какому делу? По делу о нанесении помещику Максимову личной обиды розгами. В пьяном виде. Вы врёте. Я и в глаза не видал помещика Максимова. Милостивый государь! Я офицер! Позвольте! Не позволю! Не позволю! Я вам покажу Максимова! Толкую! Просвещение! Просвещение! А это просвещение... Фук! Сказал бы другое слово. О том, что за столом неприлично. У меня не так. У меня когда свинья, всю свинью подавай на стол. Баранина! Всего барана надо тащить. А я съем лучше двух блюд и съем в меру, как душа требует. У меня не так, как у какого-нибудь Плюшкина. 800 душ имеет, а живёт и обедает хуже моего пастуха. А кто это такой, Плюшкин? Мошенник. Всех людей переморил голодом. Как муки мрут. Неужели как муки? Позвольте спросить, как далеко живёт он от вас? В пяти верстах. Я вам даже не советую знать дороги к этой собаке. Почему? Извинительней сходить в какое-нибудь... ...непристойное место, чем к нему. Я хочу не для каких-либо... ...а потому только что интересуюсь познанием всякого рода места. Кстати, я хотел поговорить с вами. Прошу. Древняя римская монархия, уважаемый Михаил Семёнович, не была столь велика, как русское государство. И иностранцы весьма справедливо его удивляются. Но по существующим положениям Российской империи ревизские души, окончившие своё жизненное поприще, числятся до подачи новой ревизской сказки наравне с живыми. При всей справедливости данной меры и она является отчасти тягостной для многих владельцев, обязывая их платить подати как бы за живой предмет. Чувствуя уважение к вам личное, готов бы я даже принять на себя эту тяжёлую обязанность. Вам нужно мёртвых душ. Не существующих, Михаил Васильевныч. Извольте, готов продать вам. А позвольте узнать, какова же будет ваша цена. Хотя это такой предмет, что цены, даже странно, как-то. И чтобы не запрашивать с вас лишнего, по 100 рублей за штуку. Посту. Да. А что, разве для вас дорого? Ну, какая была бы, однако же, ваша цена? Моя цена? Да. Нет, просто мы выбирать не понимаем друг друга. Ну, по 8 гривен за душу. Самая красная цена. Эх, куда хватили? По 8 гривенок. Тебя мне лапки продают. Надо же согласиться сам, ведь это тоже и не люди. Да чего вы скупитесь? Ведь другой мошенник обманет вас. Продаст вам дрянь, а не душу. А у меня все на подбор, как ядрёный орех. Не мастеровой, так иной. Какой-нибудь эдакой, эдакой. Здоровый мужик. Да вот вы, вы, извольте, сами, сами расснете. Позвольте, Михаил. Вы, позвольте, позвольте. Каретник Микеев. Сам обобьёт, сам и лаком покроется. Вы, позвольте. Пробка, Степан, это плотник. Голову готов положить, ежели где вы сыщите такого мужика. Трёх аршин с вершком росту. Трезвость примерной. Служил он в гвардии, ему бог знает, что вы дали. Вы, позвольте. Ой, милый Уршкин, а, этот кирпичник мог поставить печь в каком угодно доме. А, Максим Телятников сапожник, что шилом кольнёт, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо, и ходьба в рот Хмельнова. Ты чего позвольте, чего позвольте. Еремей Сыркоплюхин в Москве торговал, одного оброку приносил, а гляди, пятьсот рублей. Позвольте, Михаил Семёнович, ведь это народ-то мёртвый. Ну да, мёртвый. Мёртвый. Ну да, мёртвый. Ах, да. Мёртвый, да. А, и то сказать, а что из тех людей, которые теперь числятся живущими, что из них-то? Разве это люди? Это муки, а не люди. Однако они существуют, а это мечта. Ну нет, не мечта. Я вам доложу, какого был Михеев, такого мужика вы нигде не сыщите, тоже нашли мечту. Нет, нет, нет. Больше двух рублей я дать не могу. Ну, извольте, извольте. Чтоб не претендовали, что запрашиваю дорого, 75 рублей. Право для знакомства. Мне странно, правда. А ведь предмет-то просто фу-фу. Чего он стоит? Кому он нужен? Фу-фу? Так вы же покупаете? Стало быть, нужен. Так, два рублика. Эй, заладь у вас, Сорока Якова, два рублика, два рублика. Торгуйтесь, торгуйтесь, да, давайте настоящую цену. Ну, извольте, по полцинке прибавлю. Я говорю последнее слово, 50 рублей. Что, в другом месте я их нипочем возьму. Да, вы знаете ли, такого рода покупки. Да расскажи я. А что такое? Ничего. А что такое? Я покупаю не для какой-либо надобности, а просто так. По наклонности собственных мыслей. Вот я про наклонности-то говорю. Ну, так, два с полтиной не хотите. Нет. Ну, прощайте, Михалыч. Прощайте. Ну, давайте, давайте. Давайте по 30 и берите их себе. Нет, Михалыч, я просто напрасно теряю время. Вы не хотите продавать. Павел Владимирович, позвольте, позвольте. Такого хорошего народу дешевле нигде не купите его. Честь с ней кланя. Ну, Павел, позвольте, позвольте. Позвольте. Позвольте, позвольте, позвольте. Ну, постигroid. Ой, больно, больно. Ну, ничего, ничего. Никасович, ничего, посидите. Посидите, посидите и отдохните. Я вам сейчас скажу одно приятное слово. Угол хотите? 25 рублей. Даже четверть угла не дам. Коткейки не прибавлю. Да, что я? У вас душа человеческая, Словно пареная репа. Ну, хотя по три рубля дайте. Не могу. Ну, нечего с вами делать. Извольте, убыток. Убыток? Ну, уж нрав такой собачий. Не могу не сделать приятного ближнему. Давайте же задаточек. А к чему же вам задаточек? Леш, так водится. Так я просто не приготарился. Не захватил с собой денег. Нет, есть. Ах, вот 10 рублей. Давайте, по крайней мере, хоть 50. Нет, нет. Нет, 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 нет. Ах, вот 15, 15 рублей. Итого 25 рублей. Напишите расписку. А зачем же вам расписку? Ну, не ровем, час, мало что может случиться. Давай деньги. Ну, деньги у меня в руках. А кто, кроме того, пишете расписку, сразу получите. Как же я буду писать расписку? Я ведь денег не вижу. А деньги вот они. Разбирайте. А-а-а, спасибо. О, бумажка старенькая. Ну, ничего, Михаил Семенович. Женского пола не хотите? Недорого бы взял. По рублику за штучку. Нет, благодарю вас. В женском поле не нуждается. Не нуждается, не нуждается. На вкусы нет закона. Кто любит папа, а кто эту? Попадью. Говорит пословица. Чего и смей кладиться. Михаил Семенович, я только хотел бы попросить вас, чтобы эта сделка осталась между нами. Ну, само собой разумеется. Честь, Михаил Семенович. Благодарю, что посетили. Прощайте, Михаил Семенович. Прощайте. Мошенник. Ну, что ж, матушка, барин-то у себя, что ли? Здесь хозяин. Где ж? Да что вы, батюшка, слепый-то, что ли? Эх, Ва, а ведь хозяин-то я. Наслышавшись об экономии и редком управлении имениями, почел вза непременный долг лично засвидетельствовать вам свое почтение. Поконишь, прошу садиться. Поконишь, прошу садиться. Покошу. Я давненько не вижу гостей, да. Да и, признаться, сказать в них мало вижу проку. Завели при неприличной обычай ездить друг к другу, а в хозяйстве упущение, да и лошадей их ценам корми. Того и гляди на старости лет, пойдешь по миру. А мне вот, однако, сказывали, что у вас более тысячи душ. А кто это сказывал? Вы бы, батюшка, наплевали в глазу тому, который сказывал. Последние три года проклятая горячка выморила у меня здоровенный куш мужиков. Нет, правда, и много выморила. До ста двадцати наберешься. Целых сто двадцать. Да я стар, батюшка, что был гад, да. Седьмых десяток живу. Я соболезную, почтеннейший, соболезную. Да соболезнования это в карман не положишь. Соболезную и тут же являю готовность платить подать изо всех ваш умерших крестьян такими несчастными случаями. А что, батюшка? А что ты вам самим поди в убыток? Готов поди на убыток. Потому вижу, как почтенный добрый старик терпит по причине своего добродушия. А дай богу так, дай богу правда, батюшка, все добродушие. Вот видите, я вмиг постигнул ваш характер. А позвольте спросите, но так, чтобы не рассердить вас, вы деньги будете выдавать мне или в казну? А мы вот как сделаем. Мы совершим на них купчую крепость. Как бы они были живы и как бы вы их мне продали. Батюшка, эти купчие крепость это поди все издержки. Из уважения к вам я даже издержки по купчей приму на свой счет. Ах ты, господи, батюшка, утешили стариката. Дай бог, батюшка, вам всяческих утешений, батюшка, и вам, и деткам вашим, и деткам вашим. Батюшка. 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 Вот, батюшка, посмотрите-то, какая воровская розжатка. Поставь самовар. Да, на вот ключ, да и отдай мамре, чтоб пошла в кладовую. Там на полке есть сухарь из кулича, который Александра Степановна привезла три года тому назад. Да сухарь-то сверху чай поиспортился, так пусть соскоблит его ножом. Да и крох не бросает, а снесет в курятник. Батюшка, а не дурно бы совершить кубчик поскорее, а то ведь человек сегодня-то жив, а завтра и бог весь. Да хоть сию минуту, вы сделайте подробный реестрик всех поименно. Ну и потом для совершения кубчей крепости вам необходимо будет самому проехать в город. Кто хочет, как в город? А дом-то как оставить? У меня ведь народ или вор, или мошенник, или двень, так и берут, что и кафтан-то не на чем будет повесить. Так, может быть, имеете в городе какого-нибудь родственника или знакомого? Какие знакомые? Самые знакомые или перемерли, или раззнакомились. Какие знакомые? Есть, председатель. Иван Григорьевич. Иван Григорьевич. Езжал в старые годы, однокорытники мы были, по заварам вместе лазили. Уж не к нему ли написать? К нему и напиши ты. Батюшка, лежала тут на столе четверка чистой бумаги, а я не знаю, куда запропасти ее. Иван Григорьевич. Люди у меня такие негодные. Батюшка, извойте. А, покой с Багдаревым. А не знаете ли вы какого-нибудь вашего приятеля, которому понадобились бы беглые души? А у вас и беглые есть. Есть. И много числов. Десятков-то семей наберет? Нет. Батюшка, у меня что-то год, кто бегает. Народ-то от праздности завел привычку-то трескать. А у меня и самовато есть нечего. Нет, нет, такого приятеля нет. Но если вы так стиснуты, то я мог бы дать вам за них... Ну, это такие пустяки, что об этом говорить не стоит. Батюшка, а сколько бы вы дали? Ну, по двадцати пяти копеек на душу дал бы. И как покупаете на чистые? Сейчас деньги. А уж ради нищеты моей по сорока копеечек дали бы. Ой, батюшка, не только по сорока копеек, по пятисот рублей дал бы, но состояния нет. Ну, извольте, я вам по пяти копеек накину. Ну, хоть по двадцать копеечек то ещё пристегнись. По двадцать копеечки. Ну, по двадцать копеечки извольте пристегнуть. А тут у вас их семьдесят. Семьдесят восемь. Как семьдесят? А, да, семьдесят восемь. В уме это двадцать четыре рублей девяносто шесть копеек. напишите расписку и до такой ничтожности мелочности гадости мог снизойти человек мог так измениться забирайте же с собою в путь выходя из мягких юношеских лет суровое ожесточающее мужество забирайте с собою все человеческие движения не оставляйте их на дороге не подымите потом честь мне клавится батюшка ай батюшка что уж ехать собираетесь да да мне пора а кельку о нет по корму дарю пил уж и я вон как пили уж и нели прожка не надо самовару батюшка пили уж и нели ван благословит вас бог честь век ван хорошего общества человек хоть я узнаешь он и не ест а шить честь век честь век Эх, ты такой сякой, комаринский мужик! А ведь совсем недавно... Здесь мы вернёмся немного назад, в прошлое нашего героя, чтобы рассказать, как пришла ему в голову мысль о мёртвых душах. Вернёмся на минуту в то время, когда он был только жалким ходатаем по делам в Санкт-Петербурге. Господин секретарь, как? Опять вы? Я ж объяснил вам, добрейший, что я ничего не могу для вас сделать, простите. Имение вашего доверителя расстроено в последней степени. А вы хотите заложить его по 200 рублей на душу? Смешно. Зачем же быть так строго почтеннейший? Имение расстроено неурожаями, плутом приказчиков. Смешно. Изволь ли обронить? Да ведь я не один. В Совете-то есть и другие. Другие тоже не будут в обиде. Я это дело знаю, сам служил. Хорошо. Подавайте бумаги-то. Только вот какое, между прочим, обстоятельство. Половина крестьян в этом имении вымерла. Так, чтобы не было потом каких-нибудь привязок. А что эти умершие по ревистской сказке числятся как живые? Числятся как живые. Ну так чего ж вы оробели? Один умер, другой родится, все в дело годится. Раз по ревистской сказке числятся как живые, стало быть живые. Чего? Чего? Ну то-то. Чего? Поехали! Чего? Подавайте бумаги-то. Ах, я какие простота! Ах, я! Да накупи я всех этих, которые вымерли, пока еще не подавали новых Ливийских сказок, приобрети их, положим, тысячу, да заложи в опекунском совете по 200 рублей на душу, вот уж, 200 тысяч капиталу. Миллионщик! Милейший Павел Иванович! Милейший Павел Иванович! Любеснейший Павел Иванович! Гостиничный Павел Иванович! Дайте не обнять, Павел Иванович! Ваше происходительство... Стало быть, приобрели, Павел Иванович? Приобрел. Ваше происходительство приобрел. Благое дело! Благое дело! Павел Иванович! 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 Так вот вы как, Павел Иванович. Павел Иванович, вы не знакомы еще с моей дочерью. Институтка только что выпущена. Почту за особую честь, Вашя судьба. Я уже имел удовольствие однажды. Позволен ли нам, бедным жителям земли, быть так дерзкими? Чтобы спросить у вас, о чем мечтает. Где находятся те счастливые места, в которых порхает мысль Ваша? Можно ли знать имя Твое, которое погрузило вас в эту сладкую долину задумчивости? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кушанье готово! Павел Иванович, позвольте узнать, как же вы покупаете крестьян без земли? Разве на вывод? На вывод. А в какие места? В Херсонскую губернию. Там отличные земли. И рослой травы, ваша пресходительница. А земли? Земли в достаточном количестве? В достаточном. Ровно столько, сколько нужно для купольных крестьян. А река? Река. И пруд? И пруд. Ай, Иванович, а что же вы не скажете Ивану Григорьевичу, что именно вы приобрели? Такой товар, просто золото. Ведь я им продал каретника Михеева. Нет, вот и Михеева продали. Славный мастер, он мне дрожки переделывал. Да, но позвольте, вы ведь сказывали, что он умер. Да, это, Михеев умер. Это братьев умер. А он приживеханик и стал здоровей прежнего. Да, будто один Михеев. А Пробка Степан Плотник, Еремей Саркоплёхин, Максим Телятников. Все там. Все это очень хорошо, ваше происходительство. Только вот не ворли и пьяница мужик Павла Ивановича. Что вы, напротив, отменно тихий народ. Это тихий народ, тихий. И забьются мужики Павла Ивановича в Херсонской губернии. И бунт устроен. Кто? Михеев и запьется. Голову готовы положить, что Михеев не запьется. И бунт он, сука, не устроит. Его происходительство изволят говорить. Сара, позвольте мне. Русский человек способен ко всему и привыкает ко всякому климату. Так, так, я согласен. Мужики Павла Ивановича пьянь. Но нужно принять во внимание, что тут-то и заключена мораль. Тут-то и есть мораль. Земли вот в этой, как ее? В Херсонской губернии. А? В Херсонской губернии. Да, земли в Херсонской губернии точно хороши и плодородные. И вот мужики Павла Ивановича теперь пьяницы. А переселившись на новую землю, могут стать отличными подданными. Немало тому примеров просто в мире. Ну и по истории тоже. Павлу Ивановичу предстоит священная обязанность сделаться среди своих крестьян некоторого рода отцом и внести благодетельное просвещение. Здоровье нового херсонского помещика. Ура! Ура! За здоровье, за здоровье будущей Жены Херсонского поместья Здравствуйте, господи! Опоздал! Познакомьтесь, господа! Я не знаю Извините, опоздал! Извините, опоздал! Извините, опоздал! Да что ты? Здравствуйте, не слава! Извините, опоздал! Папа, папа! Херсонский подвесчик! Херсонский подвесчик! Ну что, много ли торговал мертвых? Ваше превосходительство, наверное, Да не знаете, что Чичиков Торгует мертвыми душами! Приезжаешь сюда, мне говорят, Накупил на три миллиона Крестьян на вывод! Каких же на вывод? Когда он у меня торговал Мертвых! Послушай, Чичиков, Ты скотина! Ей-богу! Вот ее превосходительство Тоже здесь! Не правда ли, прокурор? Послушай, Чичиков, Я не отойду от тебя! Пока не знаю, Зачем ты покупал Мертвые души! Послушай, Чичиков, Ты же сам знаешь, Что у тебя нет лучшего друга, Чем я! Не правда ли, прокурор? Да-да-да! О-о-о! Послушай, Чичиков, У тебя же нет лучшего друга, Чем я! Чичиков, Все мы здесь, твои друзья, неправда ли полицмейстер? Я бы тебя повесил. Ты, Богу, папа, вот и его превосходить тоже здесь. Вы не поверите, ваш превосходить, как мы друг к другу привязаны. То есть, если бы вы меня спросили, наздрём, скажи по совести, кто тебе дороже, отец родной или сичеком, я скажу сичеком, позволь, душа моя, я влеплю тебе один безе. Одну безешку напечатлею на белоснежной щёчке твоей. Что за безобразие! Какая прелесть. Вывезьте его сейчас же вон. И я тебе вижу его тоже. Вывезьте меня вон. И я тебе вижу его тоже. Ха-ля-ля! Тихо-ля-ля! Музыка Анна Григорьевна! Анна Григорьевна! Анна Григорьевна, Анна Григорьевна! Сюда, сюда! Чичикл! Распустили слухи, что он хороший. А он совсем нехороший. Послушайте, что я вам открою. Совсем нехороший. И нос у него. Душенька, Анна Григорьевна. Самый неприятный нос. Послушайте, что я вам расскажу. Это же история, понимаете? История с конопель-листуаром. Вообразите. Приезжает ко мне сегодня протопопша. Протопопша, а та Кирилла жена. И что бы вы думали, а? Наш-то смиренник, а? Приезжий-то наш каков, а? Ну, Григорьевна, пусть бы еще куры. Это еще ладно. Послушайте, что мне рассказала протопопша. Приезжает к ней. Помечется коробочка. Бледная, как смерть. И рассказывает. Ой, как она рассказывает. Послушайте, это совершенный роман. Представьте себе, в глухую полночь, когда в доме все спало, раздается стук. Ужаснейший. Какой только можно себе представить. Кричат. Отворите, отворите. Не то будут выломаны ворота. Да что, разве коробочка молода и хороша собой? Ничуть, старуха. Фелести. Так он за старуху принялся. Он ее изнасильничать хотел. Да нет же, Анна Григорьевна. Ну, совсем не то, что вы полагаете. Вообразите. Является вооруженный. С ног до головы. Вроде Ринальда, Ринальдина. И говорит. Продайте, говорит, мне души, которые умерли. Коробочка, говорит, очень резонная. Я не могу их продать. Потому что они же ведь мертвые. Нет, говорит, не мертвые. Мертвые они или нет. Они не мертвые. Не мертвые, не мертвые, кричит. Словом, скандальоза наделала ужасного. Вся деревня сбежалась. Ребенки плачут. Все, кричит. Никто ничего не понимает. Словом, орер. О, орер, орер, орер. Это, однако же, странно. Что бы это такое, могли значить эти мертвые души? Воля ваша, здесь скрывается что-то другое. Что же, по-вашему, здесь скрывается? Ну, слушайте же, что такое эти мертвые души. Мертвые души... Мертвые души... Говорите, ради бога. Это просто выдумано для прикрытия. А дело вот в чем. Он хочет увезти губернаторскую дочку. Боже мой, Анна Григорьевна! Это просто раздирает сердце, когда видишь, до чего наконец достигла безнравственность. Но это странно. Чище, как человек заезжий. Не может быть, чтоб кто-нибудь не помогал ему. А наздрёв. Неужели наздрёв? Ой, душенька. Анна Григорьевна, какие интересные новости я от вас узнаю. Но я еду, я еду. Я еду. Куда? Вице-губернатор. Я с вами. На рашпорт. И обе дамы отправились бунтовать город. С небольшим в полчаса все пришло в брожение. Один Чичиков ничего обо всём этом не знал совершенно. Как нарочно он получил лёгкую простуду и сидел дома. Ноздрёв, придёт? Придёт. Воля, ваша господа. Но это дело надо как-нибудь кончить. Ведь это что в городе происходит? Одни говорят, что он делает фальшивые бумажки. Другие... И, наконец, страшно даже сказать. Говорят, что Чичиков Наполеон. Господи. Я думаю, надо задержать его как подозрительного человека. А если он нас задержит как подозрительных? Как так? А может, он с тайными поручениями? Мёртвые души будто купить. А может быть, это разыскание обо всех тех умерших, о которых нами было подано, умерли от неизвестных случаев? Господи. Зачем потревожили моё уединение? А, взять и не надо. Взять и не надо. А, где губернские власти? Там и закуска. Ну, будь здоров прокурору, поправляйсь под свидетельством. А где карты? Карты? Карты потом. Карты потом. Скажи, пожалуйста, что за притча в самом деле эти мёртвые души? Верно ли, что Чичиков скупал мёртвых? Верно. Логики же нет никакой. Сержаль никакой. К какому делу можно приткнуть мёртвых? Ну, накупил на несколько тысяч. И я сам сколько им брал? У-у-у! Раз, в самом деле, не карты. А зачем сюда вмешалась губернаторская дочка? А он подарить ей их хотел. Мёртвых? Мёртвых. А не старается ли он что-нибудь разведать? Старается. Не шпион ли, Чичиков? Шпион. Ещё в школе. Ведь я с ним вместе учился. Мы ещё тогда называли фискалом. О, мы его за этот раз так поизменили, что ему к одним вискам пришлось поставить 240 пьярок. 240? 40. А не делатель ли он фальшивых бумажек? Делатель. Точно ли, что Чичиков имел намерение увести губернаторскую дочку? Ха! Да я сам помогал ему в этом деле. Команьетка не вышла в ничего. А где ж было положенное венчание? В деревне? В какой? Тракмачёвка. Поп-одес Сидор. Завещай 75 рублей. Дорого. Мы им все дорого. И то бы он не согласился, если я его как следует не припугнул. Перевечаливаю Лобазника Михайлову на собственной куме. Он меня как испугает. Я ему и переменной лошади своей уступил, и коляску мою. Да кому? Кому ему? Лобазнику или Попу? Лобазнику. И Попу. Попу и Лобазнику, Лобазнику и Попу. Чичикову. Страшно даже сказать. Но по городу-то разнеслись слухи, будто бы Чичиков Наполеон. Наполеон. Наполеон? Без сомнения. А как же он? Переодетый. Ну ты, кажется, начал пулилить. Начал пулилить, да. Стоит! Кто? Англичанин. Выпустили его, англичанин, собственно, святые Елены. Вот он и пробирается к себе в Россию. Будем он Чичиков, а на самом деле он вовсе не Чичиков. А он? Вот он кто. Вот он. Вот он кто. Черт знает, что такое. А ведь Чичиков-то сдает на портрет Наполеона. Пренеприятные происшествия, господа. Казенные крестьяне, сельца вшивые спесь, соединившись с таковыми же крестьянами сельца Боровки, снесли с лица земли земскую полицию в лице заседателя некоего Дробяшкина. Ах! 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 Что? Я вам говорил. И чего я сдрепил? Подумаешь, сболтнул Ноздрев. Все это вздор и глупое слово ничего не значит. Главное дело уже сделано как следует. Черт бы подрал Ноздревой и мать Ноздревой. И пусть бы крестнул Ноздрев. Он говорит пословице, для друга семь верст не околится. Прохожу мимо, думает, дай себе, зайду. Прикажи-ка набить мне трубку. Я не курю. Пустое, будто я тебя не знаю, что ты куряка. Намерение с председателем. Ах! Ах да! Боже, не все против тебя. Все думают, что ты делаешь фальшивые бумажки. Я делаю фальшивые бумажки. Они че-то их, знаете, сошли с ума от страха. Нарядили тебя в разбойники и в шпионы. А прокурор, прокурор, с испугу помер. Ах! Сегодня погребение. А где ты, однако, с Читикова, рискованный дел затеял? Что? Какой рискованный? Да увезти губернаторскую дочку. Впрочем, я ничего не нахожу в ней хорошего. А есть одна родственница Бегусова. М-м-м, сестры его дочь. М-м, можно сказать, чудо-калинкор. Что ты, что ты пудаешь? Как увезти губернаторскую дочку? Что ты... Постой, брат. Экой скрытный человек. Я признаюсь, к тебе с тему пришел из воли. Я готов тебе помогать. Уж так и быть. Подержу тебе венец. Но только скук с уговором. Ты должен дать мне три тысячи. Пфу. Взаймы. Ну, шли, брат. Хоть зарежь. Хоть зарежь. Хоть зарежь. Хоть зарежь. Вон! Вон! Петрушка, петрушка. Хоть ты его. Вон! Изволь. Я готов. Вон. Я, черт не знаю, никак не могу сердиться. Но я бы тебя повесил. Как друг, говорю, повесил. Мой врук в поход собрался. Аминадон, аминадон, аминадон. Аминадон, аминадон, аминадон. Дорогу, аминадон. Селефан! Я, черт не знаю, аминадон. Вон вся. Куда ты меня порежал? Давай, пристку, едем. Слушаюсь, Павел. Иди, запрягай. Слушаюсь, Павел. А че стоишь? Да ведь, Павел Иванович, надо будет лошадей ковать. Что? И колесо тоже. Шину надо будет совсем перетянуть, потому что дорога ухабистая. Шибень пошел такой. Ах, подлец. Ты что, убить меня собрался, а? Зарезать мне хочешь, а? Разбойник. Страшилище морское. Чушка проклятая. Три недели сидим на том месте и хоть бы изыскнулся беспутно, а теперь к последнему часу все и пригнал. Ты же знал прежде. Отвечай. Знал? Знал. Что ж ты не сказал? Не сказал. Пойди, чтобы два часа все было сделано, а если не будете, я тебе, еще тебе, еще тебе, в рот согнули и хузлом завяжу. Все было сделано. Время. Я, вернусь. Я, вернусь. Я, вернусь. Покривил, покривил, не спорю, но покривил, увидишь, что прямой дорогой не возьмешь, что косой больше напрямик, но ведь я и заощрялся, я разве разбойник, от меня пострадал кто-нибудь, сделал я несчастным человека, а эти мерзавцы, которые по судам берут тысячи и из казны небогатых грабят, последнюю копейку отнимают у того, у кого ничего нет. Столько трудов, столько железного терпения и такой удар. За что? За что такая судьба? Вот уже и шлагбаум, и город позади, и умерший прокурор, и другие все мертвые души, и опять в дороге. Опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, поля неоглядные по ту сторону и по другую. Русь, Русь. Русь, вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу, бедно, разбросанно и неприютно в тебе. Ничто не обольстит, не очарует взора, но какая же непостижимая тайная сила влечет к тебе. Что пророчит сей необъятный простор Русь? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok